Историки Восточного Казахстана надеются, что в новую Абайскую область войдут районы, которые прежде были в составе Семипалатинской области. Разделить регион накануне предложил Касымжимар Токаев. Пока чиновники от комментариев воздерживаются, но местные жители уверены, у новой области появятся и новые возможности для развития. Краевед Асан Умаров теперь называет семей не иначе, как областным центром и уже начертил карту будущей Абайской области. Общественник уверен, границы нового региона будут совпадать с теми, что были 25 лет назад. Именно тогда семей лишили статуса центра, а область объединили с Восточно-Казахстанской. Конечно, лучше, когда больше будет районов. Почему? Потому что у нас приграниченные области, во-первых. Во-вторых, удобно народу ездить, сообщаться. Поэтому я лично считаю, что больше районов никогда не мешает. Я надеюсь, что в новой Абайской области будет где-то 12-13 районов. Где разместить чиновников? Вопрос тоже хороший и, естественно, еще не решенный. Сейчас в здании бывшей городской администрации учебные аудитории. Будут ли выгонять студентов? Неясно. В настоящее время весь аппарат размещается в здании на площади. Впрочем, самые смелые предлагают поселить служащих всех рангов в одном месте, чтобы не раздувать траты. За моей спиной находится городской акимат. Жители говорят, здесь и раньше располагалась областная администрация. Здание сильно пострадало после январских событий. И теперь, после ремонта, который практически уже завершен, могло бы вместить себя как городской, так и областной акиматы, предполагают общественники. Вот это здание акимата, которое сегодня на площади, оно настолько большое, что там при умном подходе и вместятся и областной, и городской масляхат. Вот далеко ездить не надо, они рядом там будут, понимаете? Плюс акиматы вместе, они могут там сидеть. Утрясти вот эти отделы. Пока нет точной даты, когда именно произойдет деление Восточного Казахстана на две области и придется ли менять местным жителям документы. Официальных комментариев пока никто не дает. К тому же, очевидно, сначала все документы и планы должны утвердить в столице. Пусть Каменогорский, который сохранил статус областного центра Восточного Казахстана, но явно потеряет в территории, говорят, решение президента поддерживают и одобряют. Улучшат администрирование, потому что гигантские территории, которые сформировались после объединения, они, естественно, очень сложны именно в обслуживании. И когда у нас областной аким вынуждены летать на вертолетах, чтобы освоить территорию для управления, это, конечно, неправильно. Жители семьи тоже полны надежд, ведь статус областного центра предполагает, что жить станет лучше.